Родракша может очистить вашу ауру. Это кокон из собственной энергии, чтобы избежать воздействия других энергий. Люди используют отрицательную энергию, чтобы навредить жизни других. Если вы будете носить простую малу, это даст вам определенный уровень защиты. Главная цель – сделать вас доступными для благости. Для любой материи во Вселенной характерна определенная вибрация. И мы стараемся понять, какие объекты могут подтолкнуть нас в нужном направлении. Это касается не только Родракши. Растения, цветы, животные – все было поделено на то, что будет вести вас по духовному пути, и то, что не будет. Вы слышали, что у Шивы есть любимый цветок, у Вишны есть любимый цветок, просто для этих цветов характерна определенная вибрация, которая может приблизить нас к тому, что мы называем Шива, или Вишну, и так далее. Мы говорим, данный цветок приблизит вас к этому. Вы принимаете его, прикасаетесь к нему и получаете определенное воздействие, которое было определено для всех объектов, в том числе и для Родракши, которая обладает уникальной вибрацией. Так почему Родракшу носит на теле? Во-первых, потому что она очищает ауру. Знаете, что такое аура? Аура – это определенное поле энергии и света, которое окружает каждое тело и предмет. Любой физический объект обладает своей аурой, даже неодушевленной предметой. В наши дни ее фотографируют и регистрируют самыми разными способами. Родракша очищает ауру. Аура может быть от непроглядной черной до чисто-белой. Наверное, в Америке вы могли этого и не видеть, но на изображениях из Испании или из Индии, с изображением мудрецов или святых, вокруг их голов всегда можно видеть белый нимб. Это не означает, что они разгуливались лампочками за головой. Просто художники пытались показать вам, что это чистые создания. У них чисто-белая аура. Вот что они хотели передать. Аура может быть от непроглядной черной до чисто-белой. Если вам встретятся те, кто практикует оккультизм, работают с энергиями, если вам встретятся такие люди, в большинстве своем это шарлатаны. У них какие-то куры, какие-то хвосты, чтобы напугать вас. Но встречаются и настоящие мастера. В Индии много таких людей. Это очень сложный оккультизм. Такие люди обладают силой совершенно иного рода. Их аура густо-черная. Они обладают большой силой, но совершенно другого рода. Итак, между непроглядной черной и чисто-белой аурой существуют миллионы оттенков. Рудракша может очистить вашу ауру. Но не думайте, что если вы наденете рудракшу, то завтра утром у вас над головой засияет нимб. Нет. Но вы стремитесь очистить себя. Когда вы стремитесь к этому, даже небольшая помощь может быть полезной. Вторая причина, по которой индийские аскеты саду и монахи носят рудракшу, они постоянно перемещаются. У тех, кто постоянно ест и спит в разных местах, тело испытывает определенные потрясения. В том смысле, что многие из вас могли замечать, что когда вы приезжаете куда-нибудь, даже если вы сильно устали, почему-то в некоторых местах ваше тело не может расслабиться и уснуть. Замечали такое когда-нибудь? Если вы часто путешествуете, то вы могли заметить подобное. Ваше тело просто не может расслабиться. Вы измотаны, но уснуть не можете. Это происходит потому, что у себя дома, в своей спальне. Сегодня для этого есть термин. Его используют судебные медики. Тепловидение, верно? Сейчас вы сидите здесь, а через 24 часа с помощью специального прибора можно определить, где именно вы сидели. На этом месте останется память, так что можно установить, что этот человек сидел именно здесь, а не там. Или если привезти вашу собаку, она найдет место, где вы сидели, не так ли? Значит, на этом месте что-то остается, не так ли? Очевидно, что-то остается. Поэтому собака, прибор или что-то еще может это обнаружить. Если вы спите на одной и той же кровати каждый день, то оставляете там определенную часть своей энергии, поэтому там вам комфортно. Если вы приезжаете в другое место, где совсем другие энергии, телу трудно расслабиться. Иногда это может навредить вашей системе. Тот, кто постоянно путешествует, носит рудракшу, чтобы находиться в коконе собственной энергии, чтобы другие энергии извне не беспокоили его. Мы называем это кавача. Знаете, что такое кавача? Кавач. Скорее, это похоже на кокон. Кокон из вашей собственной энергии. Куда бы вы ни отправлялись, ваша спальня отправляется с вами. Она остается с вами везде. Особенно в путешествиях. Ваша аура истощается. Поэтому вы так утомляетесь в поездках. Вы ничего не делаете. Кто-то другой ведет машину. Вы просто сидите, но спустя 10 часов вы чувствуете себя уставшими, хотя вы ничего не делали. Ваши энергии истощаются, потому что тело перемещается быстрее, чем это предусмотрено природой. И в первую очередь страдает ваша аура. А если вы будете перемещаться еще быстрее, представьте, что вы едете со скоростью тысячи километров в час под открытым небом, без лобового стекла. Тогда с вас начнет слезать кожа, не так ли? Далее настанет очередь плоти, а потом дойдет и до костей. Да или нет? Но первое, что страдает, это ваша аура. Если вы движетесь все быстрее и быстрее, аура истощается. Когда вы носите Рудракшу, она создает вокруг вас своеобразный кокон. Она придает вашей ауре определенную прочность, поэтому путешествия и поездки переносится легко. Это также своего рода защита. Некоторые люди используют отрицательную энергию, чтобы навредить жизни других. Вы знали об этом? Как у вас это называется? Бели и шуньем, колдовство, черная магия или как угодно. Существует много разновидностей этого. Одна из четырех вед, целая веда, посвящена этому. Атарвана веда рассказывает о том, как управлять энергиями на пользу себе и во вред другим. Если вы носите Рудракшу, она также защищает вас от подобных негативных воздействий. Такое часто может происходить с людьми, даже если магия не была нацелена на них. Предположим, сейчас кто-то использует против меня черную магию, и я к ней не восприимчив. Но вот вы сидите здесь, и она может вас задеть. Не обязательно, чтобы целью были вы. Если сейчас вы уязвимы, она вас заденет. Очень часто люди могут переживать тяжелые времена. Я не хочу приписывать все магии и напугать вас, но мы часто видели, как люди оказывались под влиянием определенных аспектов. Они не понимали, что именно происходит, винили всех и вся, не понимая, что с ними происходит. Если вы будете носить простую малу, это придаст вам определенный уровень защиты. Есть еще одна причина, по которой люди носят Рудракшу. Если в дикой природе вы почувствуете жажду, найдете где-нибудь в джунглях воду и выпейте ее, вы можете отравиться. у вас может случиться паралич или наступить смерть, потому что даже в естественной среде вода может быть отравлена газами. Некоторые озера и другие места имеют дурную славу. Они ходят истории, отдельные люди или целые племена боятся того, что там обитают духи. Все это просто потому, что вода там отравлена какими-либо газами или чем-то еще. Люди пьют ее, а потом она становится плохо, они чувствуют боль, а потом этому придумывают разные названия. Если вы просто подержите Рудракшу над водой, она расскажет вам, можно ли пить эту воду. Если перед вами поставили еду и вы подержите Рудракшу над ней, то даже если в еде будет малейшая доза яда, Рудракша сразу начнет вращаться против часовой стрелки. Посмотрим, проверим эту воду. Кто знает? Если добавить туда так мало яда, что не будет ни вкуса, ни запаха и подержать над водой Рудракшу, то можно будет увидеть, как она сразу начнет вращаться против часовой стрелки. Есть еще одна причина и с ней связано множество аспектов. Рудракша снижает кровяное давление, успокаивает нервы и так далее. Сегодня в Индии врачи рекомендуют носить Рудракшу при повышенном кровяном давлении, сердечно-сосудистых заболеваниях. Они назначают ее, потому что Рудракша обладает определенной реверберацией, которая успокаивает всю систему. Главная цель — сделать вас доступными для благости. Потому что, по сути, не важно, что вы делаете, какую йогу практикуете, чем бы вы ни занимались, самое главное, что вы превращаетесь в возможность, только став доступными для благости. Вот почему преданный достигает это быстрее других, потому что он полностью отдается этому. Если не было провнесено подобное чувство самоотдачи, йога превратится в цирк. Без благости, чем бы вы ни занимались, будь это духовный процесс, здоровье, богатство, достижения, ни в одной области жизни вы не добьетесь успеха, если вы каким-то образом не станете доступными для благости. В этом нет сомнений. Либо вы станете доступными для благости осознанно, либо неосознанно, по-своему. Все люди, все существа становятся доступными для благости в какой-то мере. Но если вы осознанно сделаете благость частью своей жизни, тогда все наладится. В жизни не будет трения. Все будет проходить легко и гладко. Рудракша просто создает такую возможность. Немного расширяет ее. Не думайте, что без Рудракши вы не будете доступны для благости. Будете. Просто вам нужно стремиться воспользоваться любой доступной возможностью. Субтитры создавал DimaTorzok